Номер 510 События дня Эпиграф Евангелие от Марка 12.26 А о мёртвых, что они воскреснут, разве не считали? Это за 5 мая 2017 года. Сердар Аташов. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Мир вам и всем, кто трудится вместе с вами. Порой бывает, что вопрос какой-то появляется, и в этот же вечер смотрю на ваши ролики, и вы отвечаете именно на этот вопрос, будто я вам его задал. Ну вот это Дух Божий делает, благодать Божия. Мне это говорили уже не сотни, а тысячи раз, наверное. Люди приходят, садятся в университете, даже заходят только в дверь, а я прекращаю о чём-то говорить, на меня посмотрели. Я ещё толком не уселся, говорит. А вы отвечаете все мои вопросы, как я их думал. Как вы узнали? Ничего я не знал. Ничего я знал. Я просто говорил, и всё. Денис Белов пишет. Только без обид. Тут мне пришло сообщение, что вы сектант. Кому верить? Я отвечаю. А мне пришло сообщение, что вы давно умерли. Кому верить? И что головой ваши дети, вашей головой в футбол играют? Ну только без обид. Белов. А что значит община Игнатия Лапкина? Видите, вопрос уже другой. Община Игнатия Лапкина. У неё название есть община. Или крестовозвиженская, или святоанфимовская. Ну что отвечать? Я ему скинул материалы на наши ролики, ресурсы. Там всё есть. Татьяна пишет одна. Это всё за вчерашний день. Добрый день, Игнатий Тихонович. Спасибо большое. Получила книги. Вы даже мне прислали симфонию в подарок. Очень счастливо. Спасибо. Четыре восклицательные знака. Фотала сама себя. Извините. То есть у меня порядок такой, чтобы кто получит книги с книгами, чтобы и сфотографировался. И теперь, сейчас вам будет не видно, а потом увидите, за четвёртое число, когда будет Татьяна, вот её фотографии. Но она сама фотала, так что не очень уж какие-то, но видеть-то можно. Это она посылку показывает. То есть мне тут трудно показать, увеличить её. Вот второе. Книги. Видно, что симфония к истинному православию, трёхтомник. И сама держит книги. Вот я вижу, её она вроде без платка. Ну и слава Богу. А она выполнила всё. И хорошо разошлись. В Америку послал. Вот уже полтора месяца пишут. Книги не получили. А там же сейчас можно следить. Я последил. Лежат в Москве, ждут очереди. Видимо, на корабле везти надо. А отвезти надо куда-то в Мурманск. Я не знаю. И вот ещё попутно покажу фотографию. Артюшкин получал. Вот какая фотография. Он её держит. Три тома. В порядку Новый Завет. И сверху к истинному православию. Я специально показать. И вчера меня решили то ли познакомить, то ли что вывести с одним. Я так и не понял, то ли он епископ или кто. И вот сейчас стоит Савва Кирский. Прервал свой визит в Украину. И он держит чашу. И, видимо, считает там допричастные молитвы или что. Это я попутно всё показываю. Попутно. Ну, а что попутно? Ну, чтобы о чём сказали. Она получила книги. Дальше. Алексей Пилатов. А в отношении священника, которого вы могли бы порекомендовать, вы не написали. То есть крещение принимать, далёко ехать. Ну, хоть где-то в Москве, хоть одного-то, знаете. Я отвечаю. В Москве лежит отца Кирилла Сахарова, игумена. Рядом с храмом Христа Спасителя, через мост. И у канала, с другой стороны, метров 250. Никола на Берсенёвке называется. Передайте ему от меня низкий поклон. Он и член Союза писателей. Тут вчера я ролик поставил. Там одна женщина выступала. Мы с ней беседуем. Она в Германии за сирийцем, замужем. И хочет с тремя ребятишками приехать по Теряевку. Ну, как она? Мы разговариваем. Ролик поставил вчера. Он самый популярный оказался сейчас за прошлый день. Ну, а в Германии она. Я ей говорю, познакомься с Валентиной Сартисон. Если когда ехать, да и надо ли будет ехать, она поможет. Она оттуда приезжала. Наша алтайская она. Приняли крещение с сестрой Тамарой из Кулачков. Валентина Сартисона говорит. Мы с Натальей беседовали по телефону вчера, то есть четвертого. Более четырех часов я так ахнул. За каждую минуту борюсь. Думаю, вот это денег-то. Как же так? Но вы не беспокойтесь по поводу дороговизны разговоров. У нас у обеих бесплатные тарифы разговоров по Германии. У меня также бесплатные разговоры с Россией. То есть они входят в мою ежемесячную оплату. Мы с Ниной Желневой также беседуем по два-три часа. А раньше и с Тамарой, с сестрой. Интересно, два-три часа беседуют. Это вообще... Что ж там можно назвать три часа-то? С Натальей разговор был в одном духе. И вот ее посмотрите. Видно, она белый платок, красный на нем что-то надето. Истины придерживались через Святое Писание. Пока ничего не православного я в ней не обнаружила. А она просит меня выставить ей 18-й том открытым оком. Посчитать. Муж-то у нее мусульманин, как будто бы сириец. Как скажете? На мой первый взгляд, она, пожалуй, покрепше меня духом будет. Это Валентина пишет. Валентина Дмитриевна. Я отвечаю. Полагаю, что это ей, Наталье, это пока не нужно. То есть если она думает нам приехать, я тут ей могу подарить и все. А у нее ехать не на что. Я говорю, ну ты ей помоги. Из Германии это не два рубля. А у меня пенсия это, если считать ее на доллары, 112 долларов в месяц пенсия. Ну 6 523 рубля. Я говорю, ты ей помоги. Она говорит, я поняла. Взять расход на себя нет. Мы тут что-то соберем или как. Ну у меня ничего нету. Но только надо проверить, надо ехать или не надо. Чтобы разрешение мужа. Печать была заверена печатью, что детей пропустили через границу. Она думает совсем приехать. А он-то приедет или нет. Если он мусульманин, то вряд ли ему это надо будет. Но он как-то помазан был, а не крещен. Не поймешь что. Если что, то только после полного отказа ей от мужа выехать на совсем сюда. Тогда мужа будет дать. А сейчас еще давайте, когда она может приехать. Зачем эти расходы-то? Владимир Харин пишет. Он просил меня. Помолитесь срочно. Давай молиться. Я не знаю, даже не сказал ничего. Христос воскресе. Воистину воскресе. Стал ходить. Благодарю за молитву. Видите, коротко. А, с ногами что-то у него. Ксения одна пишет. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. По поводу темы границы церкви. Это Сергей Козлов. Там беседуют с ним два священника. И там еще Андрусенко и Александр. Я не знаю, как реагировать вот на эти новости. И дальше дает здесь новость о том, как Игумен на мотоциклах с ними байкеры гонял. И они друг друга обгоняли. Ну и на встречную полосу. Ударились. И тело не просто так, а разорвалось на куски. Ну гонят-то с какой скоростью. И шофер машины погиб. Вот кого жалко. Их матерят, которые были-то. Игумен. Он Игумен. Флавиан. Можно зарядить в интернете, увидите. Ему этим заниматься надо было. И никто не жалеет. Никто. Туда им дорога. И прям такими матерками их гонят с тех. Человек от того жалеет. Вот тот ехал на своей машине. Ехал нормально. И только дым, пыль впереди показаны. Как реагирует? Да никак. Мы ничего не знаем. Как? Ранее я отправляла вам новости о том, что случилось с Игуменом Флавианом из Ульяновской области. Ну и здесь показан ролик, как идет. Прошу, Игнатий Хихинович, ответьте. Как воспринимать случившееся на дороге и позже в церкви, где, не знаю кем, было принято решение отпеть и захоронить Игумена за алтарем? Как велят поступать каноны и правила в подобных трагедиях? Каноны «Спаси вас, Христос!» Каноны ничего не говорят о мотоциклах. Тогда их и не было. Тем более поп, чтобы гонял. Как, ну, если так разбираться, и знал он там, вот, от самоубийцы, какие алтари ему? Не знаю я, но это самоубийство. Это понятно, что... И они убились, сами убились. Никто их не убивал, не преследовал. Никакой Диаклетиан, Ленин, Сталин, Гитлер их не мучил. Самоубийцы самые настоящие. Они не хотели. Невольные самоубийцы. Невольные, но самоубийцы. И при том убийцы. Убили шофера. Какой ему алтарь? Какой алтарь? Ну, вот так. Зарыть их где-нибудь за кладбищем. Только и всего. Дальше. Я не говорю, кто тут говорит. Была сегодня на православной ярмарке. Может, со своими тут родителями. Что-то не понимаю. Но вроде же пятница была. А там храм один торговал с коромным. Ну, то есть, молочные продукты или мясное. Я отвечаю. Это для неверующих. Это можно. Выходит. По-еврейски. Своим нельзя. А язычникам можно и сбыть. Да, так. Так написано в Библии. Если это нельзя, тому... Ну, по каким-то причинам. Некошерная пища. А язычникам можно ее отдать. Продать. Голубева пишет мне. Здравствуйте, дорогой Игнат Тихонович. Ну, это привычно, обычное всем, я бы сказал, еще лучше. Бесценный вы наш брат. Христос воскресе. То есть, обычное привычное приветствует, а теперь она особо называет. Вот. Приветствую вас, ваши две общины и всех православных христиан со светлым днем Пасхи. Всей своей душой я с вами смотрю ваши ролики и согласна с одним братом, Юрием Соболевым, который сказал, кавычки открыты, пора создавать еще одну виртуально-реальную общину. Номер 492. То есть, люди просятся в общину заочно, чтобы быть, участвовать. События дня. Она говорит, замечаю за собой, что теперь ссылаю все время на вас, кавычки открыты. А вот Игнатий Тихонович сказал. Что интересно, вот это Игнать Тихонович сказал. Ну, я что тут, какая похвала или еще? Ну, я пишу, не скрываю, не пишу, не скрываю это. Вот я сидел с одним, во главе директоров был Север Владимир Митрофанович с Мамонтова, главный рыбак Алтая. У него там все космонавты, все первые секретари были. Ну, умер, умер внезапно, скончался или застрелился. Первый секретарь был Аксенов. Из-за неурожая, что миллионы там гектар, говорит, ушли под снег. Или тысячи, не знаю. И мы с ним сидели в одной камере. Абсолютный безбожник, коммунист. Но он слышал, видел, молились. И это вот все говорится в номер 492 события дня. И вот, когда он вернулся, а он рыбокомбинат из пепла поднял, когда там подпертая избушка какая-то, ну, точно, он такое сделал. Семь квартиры там, улицы построил. Он жил и другим давал жить. Распахивал, там увеличил зарплату, может, в несколько раз. Ну, то есть он столько. Рыбу гнали ему, рефрижератор из Дальнего Востока, с Балтики. Ну, главное, рыбак. Своя рыба здесь рядом ловит. К замминистрам, говорит, приходил, говорит, ногами дверь открывал, как говорится. И вот он, когда пришел, его в упадок пришел этот рыбокомбинат в Мамонтово-Алтайского края. А он начал с рабочими. А они за ним пришли. Давай, Владимир Митрофанович, ничего не могут сделать. Меняют директоров, а толку-то нет. А он действительно деловой был. Это точно. Но время-то советское было, 1986 год. А он вернулся где-то, может быть, ближе к 90-м. Но еще советская власть, похоже, была. И он начал рассказывать. Все знают, что он сидел рассказывать им про меня. Своим работникам. Я знать не знал. Это жена рассказала мне. И он говорит, вот со мной один сидел. Я вот сейчас думаю, что бы мне Игнатий Тихонович сказал? Он бы сказал мне, Владимир Митрофанович, давай восстанавливай. Рыбокомбинат нужен. И дальше он каждый раз как-то собрание идет, общее собрание рыбокомбината. Он опять. Вот интересная тут у нас ситуация. Что бы Игнатий Тихонович сказал? И рабочие уже стали спрашивать. Вот у нас тут такое случилось. А что бы Игнатий Тихонович сказал? А сами меня никогда в глаза не видели. А Нина Ивановна, жена его мне рассказала. На дому были, я все это записал на магнитофон. Ну вот, пожалуйста, плоды это или не плоды. Вот и город на вершину горы. А вы себя хвалите. Да и есть за что хвалить. Во-первых, Павел говорит, вам надлежало хвалить меня. Я уж смеюсь просто. Но я не хвалю. А то чужой язык хвалит тебя. Незнакомый. И вот она говорит. Замещаюсь за собой. Что теперь ссылаю все время на вас. А вот Игнатий Тихонович сказал. Новый Завет я читаю уже много-много лет, конечно. Дословно я не знаю его. Но многие слова уже сохранились в уме и в сердце. Если когда кто что-либо спрашивает, то бывает, что иногда в памяти сразу всплывают слова из Нового Завета. Жалко, конечно, что не знают дословность, с какой они главы и стиха. Тут вот недавно у меня был один случай на работе. Слава Иисусу Христу! Это меня проверяет сестра. Я мыла полы, уборщица, и про себя повторяла по памяти места из Нового Завета. Благодаря вам выучила все-таки несколько отрывков дословно с указанием стихов и глав. То мимо меня по коридору проходил один ученик в школе. Где-то так, из второго или третьего класса. Ну, сколько? Ну, 10 лет, не больше. И вдруг остановился и спросил. А почему вы не растете? Представьте, ученик второго, третьего класса и спрашивает. А почему вы не растете? Она с тряпкой по полу ползает. Я сначала растерялась от неожиданности и спросила, что он имеет в виду. А он сказал, ну, вы работаете, уборщица, а почему выше не растете вообще? Я подумала и сказала, что это мне не нужно, а главное для меня исполнять волю Божию. Он ушел, и я сразу вспомнил слова Евангелия. Матфея 6, 33. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. Это все приложится вам. И Евангелие Ефесянам 4, 13. Послание Павла. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру возраста Христова. Кавычки закрыты. И потом сожалела, что ответила мальчику как бы от себя, не указав на Евангелие, какая глава стих. Знаю, что она была сначала всегда молиться, а уж потом давать ответ. Она иногда забывает это делать. Ну, до чего же она простая? Стихи пишет. Книга со стихами у ней вышла. И дальше пишет. Господи, прости. Вот православные такие вот люди есть. Помню, конечно, и слова Марка 3, 35. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. И Анна, 14, 15, запомнила. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Но после разговора с учеником я была с собой недовольна. Но это и к лучшему. Зато поняла, что Господь меня испытывает и научает, о чем и просила его. Да, Игнатий Тихонович, передайте благодарность Владимиру Пащенко за труд, так как он дважды пересылал нам книги ваши, поминая о здравии Сергея Козлова, парализованного в своих молитвах, и радуясь за него и его маму, что они вступили в общину поселка Потеряевка. Последнее время я стала внимательнее относиться к Библии. И как вы учите, что все надо рассматривать во свете Библии, так и учусь так делать, что мне помогает в жизни и радует. А то ведь как было и со мной, и с другими, да и сейчас то же самое происходит. Насчитавшись жития святых, все мы искали, да и сейчас ищут старцев. И это в лучшем случае, да ищут прямо чудес, исцелений. А меняться сами не всегда хотят. Особенно многие восстают против поста. Это оптинские старцы говорили. Каются, просят прощения, но не исправляются от того греха, в котором просят прощения. Часто говорят, что болеют, да главное верить в душе. Эпитимии у нас не дают. Как-то один раз я попросил одного иеромонаха, так как по своим грехам душа требовала, он сказал, я эпитимии не накладываю. Говорю, это не в осуждении, а с болью в душе. Ведь хочу спасения себе и другим. И 1 Тимофея 24 говорит, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Да и многое я тоже делала по вере, но не по разуму. Это по отношению к мощам. Теперь благодаря вам буду исправляться. Если кого-то соблазнило своим поведением, то прошу у Господа Иисуса Христа прощения и у всех тех людей, которых я когда-либо соблазнила. Был у меня в жизни такой случай, когда я соблазнил одну женщину. Это было в пост, кажется, Петров. Я шла по улице по своим делам, а так как утром не поела, то и мне дорогой было искушение, то есть появилась сильная телесная слабость и дрожь. А так как я носила с собой леденцы на такой случай, то взяла леденец в рот, отчего, конечно, стало легче. А навстречу мне шла знакомая женщина и, увидев, смутилась и спросила, а разве можно в пост есть конфеты? Я ее успокоила тем, что конфета была не шоколадная, но потом себя ругала за свою слабость и потом уже не смогла смотреть на леденцы, как рукой сняла. Теперь их и в рот не беру. Как говорят, есть поговорка, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не хотела я, чтобы из-за конфеты моя сестра по вере соблазнилась, а я за ее душу держала ответ на страшном суде. О чем я объявила этой сестре в прощенное воскресенье? А она только посмеялась и сказала, что уж, не помнит такого случая? Да она-то не помнит, а я помню. Да и у бесов это записано. В духовной жизни не бывает мелочей. И говорю это не для своей славы, а хочу этим примером показать, какие мы немощные и слабые, а не духовные, и как легко влияем друг на друга, то есть часто соблазняемся, да и сама так же бываю. Нужно быть очень внимательным к себе и к другим, то есть требовать строгости от себя сначала, а от не от людей. Да вот, Игнатий Тихонович, вспоминаю ваш опыт и ваше переживание по поводу того, что священники не прививают нам, мирянам, любовь к Библии. Тоже начинаю сопереживать вам, но думаю, что не всегда поступаю по разуму. Если я поступила неправильно, подскажите, как надо было? Знаю, что женщине непозволительно учить в храме. 1 Тимофея 2.12. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвием. Вот я хочу сразу остановиться. Вот священники говорят, ну, кто знает Библию-то бабки? Вот, пожалуйста, заочно. Она совершенно другая стала. И что дальше? А вот было вот такое дело-то. Я в прошлое воскресенье была в храме на службе, а был день Жон Мироносец. А я забыла и не посмотрела в календарь-то, так как помню слова римлянам 14.6. «Кто разрешает дни, для Господа разрешает, и кто не разрешает дни, для Господа не разрешает». В конце службы говорил проповедь один хороший батюшка, которого священники поставили к 25 годам, так как он был очень ревностный и усердный в проповеди. И знаю, что он многим нашим прихожанам нравится, да и мне тоже внимательнее ко всем. Этот батюшка ведет воскресную школу. Иногда его статьи есть в нашей местной православной газете. Да у него есть все мои стихи, все издания. В последнем издании он давал рецензию на стихи. Я у него часто исповедуюсь, и, конечно, он меня знает. Так вот, он в своей проповеди нас, женщины, и поздравлял, и хвалил, и обличал. А потом и мужчин обличал. Но в конце приводил в пример монастыри и монахов. И, конечно же, указывал на жития святых. А я утром просила Бога, чтобы как будет угодно Его святой воле, чтобы мне благовествовать, если будет возможность. Ну и получилось так, что, услышав батюшкину проповедь, я вспомнила слова. Это написано в 1 Коринфянам 11.3.7. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». Так вот, вся моя душа прямо-таки мысленно кричала. «Ну, батюшка, скажи слово!» 1 Коринфянам 11.1.10. «Что муж – это глава жены, а жена слава мужа!» И мне тогда казалось, что эти самые слова, важные в этот день-то, ведь упоминалось о счастье, которое все желают-то. Я не говорю уже о благовествовании, так как батюшка сказал о Марии Магдалине. Все правильно сказал и хорошо. А мне было жаль, что он не сослался на Библию, о чем не удержалась. И сказала ему прямо в глаза. И когда подходила, прикладывается ко Кресту, а именно и говорю, «Батюшка, скажи эти слова, что муж – глава, а жена слава мужа!» Это хорошие же слова! Он помолчал и улыбнулся. А у меня была возможность самой говорить эти слова, ссылаясь на послание Павла 1 Коринфянам 11.3.7 своим знакомым, сёстрам по вере. А этот батюшка по возрасту мне подходил в сыновья. И помню это, я стараюсь относиться к нему с одной стороны как к сыну, а с другой как к мужу духовному. Был однажды такой случай, когда я готовилась к Таинству Исповеди, но не знала, кто именно будет принимать из священников, так как их у нас в храме пять человек во главе с настоятелем. А был как раз этот молодой батюшка, только что начавший служить в чине священника. И я не смогла исповедоваться и взять его в свидетели, о чем я объявила ему, сказав, «Батюшка, простите меня, но вы молоды, и я не могу говорить о своих грехах, вам тридцати лет нету». А в душе мне было его жалко. На что он ответил, «Ну, я вас не насилую». Я отошла в сторону, и на исповеди была в другой день. Вот, думаю, всё-таки было бы всем легче, если бы в церкви исполняли канон, и в священники посвящали бы после тридцати лет. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила. Игнат Тихонович, хочу ещё поделиться с вами тем, как воспринимают люди ваши визитки, которые я раздавала. Это было и до Пасхи, и на Пасху, и потом. И, как я предполагала, когда раздавала всем моим знакомым, кто читал мои стихи, и знает, что я всегда участвую в святых таинствах, то и всем тем, кому просто давала, восприняли вас как отклонение от православия. А кого приглашала домой, объясняла и показывала ваши книги и ролики, то те принимали правильно, хотя задавали вопросы и были даже споры. Но потом выяснилось, что кто-то вовсе ни разу не прочитал Библии, а кто-то читал в Новом Завете только четыре Евангелия, а Деяния апостолов, Послание Откровения не читал. А также считали, что Ветхий Завет читать не обязательно, и даже достаточно читать только четыре Евангелия. На работе у нас тоже есть прихожане, учителя, которые ходят в храм и где-то уже три года участвуют в таинствах, но, как они говорят, еще слабы в вере. И мне тоже пришлось им сначала рассказывать, многое объяснять, чтобы они приняли правильно, хотя изначально испугались и решили, что я уклонилась куда-то не туда, а не они. Приносила и показывала ваши книги. Потом некоторые говорили, что они что-то смотрели о вас по телевизору. Кажется, точно не спросила, но поняла, что ничего хорошего, скорее всего, то, где вас поносили. В эти выходные тоже приглашали к себе домой рассказать о вас. Приглашала. Но многие отказались. Так, у кого-то дача, у кого-то внуки, у кого-то мама старенькая. А она сказала, надо еще подумать, что ты мне скажешь. Хотя я уже и визитку дала, и кое-что говорила. Мне думается, она хороший человек-то, хотя мы знакомы только по храму. Видимся только за время службы. Но мне понравилось то, что как-то я ей привела пример из Библии. Когда мы шли домой, то после службы-то нам было по пути. И она послушала и исполнила. А место вот какое Библии. Исайя 3.19. «Серьги, ожерелья, опахала, увязла и запястья, и пояса и сосудцы с духами, и привестки волшебные». Это место Библии я услышала в вашем ролике и применила его для благочестия своего и других. А эта женщина на следующий день, когда мы увидели с ней в храме-то, показала мне свои уши. Я порадовалась вместе с ней, что она сняла сережки. А по дороге домой еще сказала, что она ходила в воскресную школу для взрослых, где наш батюшка сказал, «Правильно делает тот, кто не носит сережки не только в ушах, но нигде, и не надевает ни кольца, ни сережки с крестами, так как христианам православным нужно носить один крест. Это на шее». «Вот такие дела!» Игнатий Тихонович доразговаривал еще с одной сестрой, которая имела своим духовником известного архимандрита А.Н., ныне покойного. Я тоже его знала, общалась и советовалась с ним по разным вопросам. Теперь поминаю его в своих молитвах о упокоении его души и в селениях с праведными. Так вот, этой сестре, ныне работающей в одной лавке от храма, я рассказала о вас, а визитку давала ранее. Но оказалось, что у нее нет интернета. А выслушав меня, она сразу спросила, «А что на это говорит отец Николай?» О нем я писала, как о старце, в своих стихах, на что я ответила, что с ним нет пока возможности поговорить. А если бы и была, то рассказала все то, что и всем, что сама узнала, мне скрывать нечего. И добавила, что по учению святых отцов, что если нет рядом праведника или пророка мудрого, или духоносного старца, имеющего рассуждение и знание писаний, то нужно прямо обращаться по всяким вопросам к самим писаниям и к святым отцам, которые исследовали эти писания и жили по ним, что я и делаю. Сестра сказала, что все ее знакомые считают Библию, с чему я порадовалась. Но когда спросила о десятине, то она сказала, что платить нищим, ведь так можно. На что я сделала ссылку на Библию и на ваши пояснения по этому вопросу. А когда я спросила о крещении, то оказалось, что она принимала ее в будущем взрослой без погружения. Ну, здесь я и повторила, что и ранее. Она и говорит, но ведь мы столько раз купали в святых источниках. На что я сказала, что нельзя сравнивать святое таинство крещения с простым купанием, тем более, что при погружении крещаемого должен участвовать и священник. У сестры закончился рабочий день, а я ее задержала невольно, за что попросила у нее прощения. И мы разошлись. И вот теперь пытаясь рассуждать и делать выводы, исходя из своего опыта. Получается так, как и вы, Игнатий Тихонович, говорили. То есть проще возвестить истину тому, кто о ней не знал или не имел правильного знания, чем тем, которые знали. А если неправильно, то переучить еще труднее, тем более с возрастом. Получилось, что я моложе всех, кому возвестило о вас. Последний раз купила нашу газету «Православный Симбирск», номер 8, страница 2, где было опубликовано слово предстоятеля, взятого из слова святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. В понедельник светлой седмицы после литургии в Патриаршем Успенском соборе, где не увидела ни одной сноски написания. И я, и еще, Игнат Тихонович, хочу сказать, что я с вами вполне согласна в том, что нужно всегда под вечер зашторивать окна, что сама и делаю уже лет 30. А так как я росла в селе, то у нас было там такое, что некоторые не только заглядывали тайком в окна домов-то, но и в окна бани, когда в ней мылись люди. А был случай, что делали дырку в общем заборе-то, на двух хозяев-то, и подглядывали один за другим-то, и писали анонимки, что со временем и открылось. Матфея 10, 26. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. А в городе у некоторых есть бинокли, так что каждый имеет свободу смотреть, куда хочет. У меня вопрос. Могут ли женщины в свои особые дни, месячные, бывать в храме, а дома читать Библию? Ну, я ответил, могут, но только не прикасаться ни к кресту, к иконам, к Евангелию, и дома Библию не трогать, к святыням не прикасаться, всё. Ну, конечно, не причащаться, ни к крещению, в это не нельзя. У нас есть ещё в одном храме-баптистере для крещения, но слышал от своих знакомых, что зимой на крещение там купались один год за 500 рублей, потом за 400 рублей, а в этом году не знаю по чём. Вчера у одной сестры узнала, что там как-то летом крестили взрослых людей, и то, что это бывает очень редко. При ней было два раза, и всего два человека, кажется. Сколько треба стоит неизвестно, и платили ли они вообще. Ну, я думаю, что меня вряд ли покрестят бесплатно. А я пишу, если за деньги, ни под каким видом не делайте этого. Игнать Тихонович, я бы очень не хотел принять крещение у вас в Потеряевке, но мы живём от вас очень далеко. И у меня пока нет таких денег на дорогу, а занимать в долг нет смысла. А заработать сразу не получится, надо ждать целый год. Но я не хочу ждать год, мало ли, какие времена будут, да и сколько мне жить осталось. А у меня в июне будет отпуск две недели, и на отпускной я бы хотела приехать в Москву, чтобы принять крещение на Берстенёвке у отца Кирилла, или кто там служит. Может, я чего-то неправильно поняла, Игнатий Тихонович, объясните ради Христа. О себе я уже много писала. Но вот меня теперь интересует, если мне нужно принимать крещение полным погружением, то теперь я должна ходить в оглашенных. Да. И, конечно, уже не имею права участвовать ни в каких таинствах. Да. Не имеете. Поясните. И как мне связаться в Москве с батюшкой, и что взять с собой? Ну, с собой что? Как белый длинный халат надевать, чтобы длинный был, не до колен. Ночевать у меня есть где. Есть и родственники, и знакомые. Да, возможно, со мной согласятся ещё сёстры приехать. Ну, поесть возьмите с собой что-то, что было там. Игнатий Тихонович, простите ради Христа, мне очень много, что я очень много написала. Но ведь вы скоро уедете в Потеряевку на лето, и мы уже с вами не будем иметь общения. И напишите, когда вернётесь в город, из Потеряевки. 10 октября обычно. Спаси вас, Христос и Матерь Божия. И молитву из всех святых, да покроют вас и ваши две общины от всякого зла. Прошу и ваших святых молитву о мне, Екатерина Голубева. Екатерина, да благословит тебя Господь. Хорошее твоё письмо. Правильно, да благословит Господь, чтобы в этом направлении духовно возрастало. Я ответил, в дни нечистоты в храм ходить можно, но не прикасаться к святыне, к иконам, к кресту, к святому Евангелию. А дома также и к святой Библии не прикасаться. И в эти дни нельзя креститься, то есть в воде креститься, причащаться и принимать иные церковные таинства. Крещение должно быть только в троекратное полное погружение священникам и ни в коем случае не за деньги. И, конечно же, понимать смысл крещения, быть научным, пройти время оглашения. Конечно же, самое лучшее было бы принять крещение у нас в Потеряевке. И праздничнее нашего трудно представить. Вся община тут же, все поздравляют, святы полевые, объятия, поцелуи. Но она спрашивала о десятине. А у меня есть стихотворение, десятина. У меня стихотворение по девять куплетов. В каждом куплете четыре строчки. Девять и четыре, тридцать шесть. Тридцать шесть строчек. И вот кто будет смотреть вот этот ролик, он увидит, напротив каждой строчки место Святой Библии. Откуда взята мысль? В Библии, то есть в мировой практике таких стихов не было никогда. А как вы додумались? Не знаю. Я хотел, чтобы люди считали и понимали. Мне пишут, говорят, мы вот открывали все места, проверили где-то. У нас стихотворение ваше полчаса отняло. Вот послушайте, какое. Я не поэт. Повторяю, не поэт. Хотя другие там называют так. А как ваши стихи? Я могу сказать лучше. А почему? Не потому, что я хороший поэт, а потому, что они о Боге говорят. Они ссылаются на Святую Библию. Моим стихам равных просто нет. И что, лучший пучки? Да, конечно. Юбочник. У него стихотворение три. А у меня 3467, и все божественные. Это я уже для, как говорится, для огня говорю. Я знаю, что за это нападать будут. Десятину Бог установил. Многим десятина неизвестна. Автор у нее, Эммануил, со священством повенчал невесту. Все, что удается нам добыть, с потом заработать, прикарманить. Верные, свободные рабы, обратите на нее внимание. Все обязаны Святую Десятину в церковь принести, отдать священству. А иначе Бог тебя покинет. Святотатцам нет пред Богом места. Иегова обещает много с неба изобилия послать. Десятину не кради у Бога, милости получишь без числа. Так, одна десятая всего, то, чего коснулись десять пальцев, что отмерил разумом, ногой, изначально к нашему прижалось. Эту красоту излишек счастья Саваоф на время нам вручил. Освятить твое десятое счастье, к милостыне с детства приучить. Не смотри, что в храме есть достаток, покорись смиренно перед словом. С неворованным и сон с устатку сладок послушание ляжет в изголовье. Десятина уберет торговлю, установит в храмах тишину, приноси ее по доброй воле, приучи к тому детей, жену. Десятина. Чудная картина, гармоничность, чинность, высота. Без нее мы все под карантином у разрушенного жадностью моста. 26 июня 2003 года Игнатий Лапкин. Ну и тут готовится День Победы, уже рядом совсем три дня. Ну и какие-то слова, День Победы недалек, уголек там, порохом пропах, Лев Лещенко поет. И у нас сестра Нина Жолнирова, я, говорит, как-то мыло дома там что-то, пол или что, напивается вот. А слова-то такие, ну, неверующие, не могли бы написать. Нет, так Господь благословил, я прям, ну, может быть, через час-полчаса уже написано было. И на этот же самый мотив, который поют. И у нас, вы если хотите узнать, зарядите в Ютубе День Победы. Слова Игнатия Лапкина. Больше ничего не надо. И сразу выскочит. И вы увидите, мы стоим в храме. И дальше наши сестры поют. День Победы. Людям мира невдомек, Лев Иудина колено в гроб возлёг. День Победы Ни народы всей земли и ни ангелы его нам принесли. Этот День Победы Иисус принёс, разгромив врага, воскрес Христос. И младенец до припева, чтоб возрос. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Вот младенец до этого припева, чтоб возрос. Свет спасения долгожданный, наконец, даровал нам на Голгофе страшный крест. Все пророки провещали нам о нём, солнце гаснет там не вечером, а днём. Пост с молитвой неустанной столько лет выводили на Христа кровавый след. В воскресенье день воскреснет даже прах. Иисус наш милосерд, как и вчера. Только дал бы Бог раскаяться тот час, никогда его ничем не огорчать. Дух Святой на благовестие подвиг. Пасха вечная, а жизнь лишь только миг. 13 марта 2006 года. Игнатий Лапкин. В скобках на мотив День Победы. Как он был? И вот я сейчас постараюсь включить его и даже можно будет прослушать. Ага, не получается мне включить. Сейчас я его постараюсь включить. Надо нажать. А нажать-то мне и нещем. Еще раз. О! Одна же мне по телефону позвонила наша сестра не на жонг. И говорю, в душе напевается песня «День Победы». Но слова там не из Евангелия взяты. Не могли бы написать слова, чтобы я и пела и назидалась. Мне эта идея понравилась. Я мотив этот знаю. Песня вообще мне очень нравится задушевная. И так у меня быстро написалось. Буквально через 20 минут я ей звоню. Нина, у меня такие слова. И она их приняла. Потом это было в 16 томе напечатано. Ну и вот сейчас мы желаем спеть как раз в преддверии мирского праздника 9 мая Дня Победы. Главная победа это Христос победил дьявола грех на Голгофе. И здесь в кратких словах столько же я куплета взял как там. Та же самая музыка и слова по Евангелию. Пожалуйста, послушайте и оцените. День Победы И людям мира не вдомек Лев и Утина холена в гроб вознек День Победы не народы всей земли и не ангелы его нам принесли Этот День Победы Иисус принес разгранным врагам Воскрес Кристос и Владенец Да припево чтоб возрос Христос воскрес Христос воскрес Христос Воскрес Сыну воскрес Свет спасенья долгожданный наконец Даровал нам на Голгофе страшный крест Все пророки провещали на моем Солнце гаснет а мне вечером а днем Это День Победы Иисус принес разгранным врагам Воскрес Христос и Владенец Да припево чтоб возрос Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Пусть мои твои неуставны столько лет Выводили на Христа кровавый свет В воскресенье нам день воскрес не даже прав Иисус наш милосерд как и вчера Это День Победы Иисус принес Иисус принес Иисус принес разгранным врагам Воскрес Иисус принес Разгранным врагам Воскрес Христос и Владенец Да припево чтоб возрос Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Христос свои не сила воскрес Энт День Победы Иисус принес Христос воскрес, 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 Христос воскр вот теперь продолжим дальше это день победы и дальше я показываю приезжая из потеряевку нового человека и гости на день потеряевки зарядить не все видели этот ролик он большой 20 с лишним часа как у нас митрополит был и сергей ну и все и как приехал он с хористами и как отдыхают вот просто надо это увидеть вот здесь приезд жить потеряевку нового человека вот так зарядите только в ютубе то и сразу выйдет и гости на день потеряевки 16 17 мая надежда напишет прошу вас напишите мне номер вашей карты хочу помочь наталье с переездом усатая фамилия ее в германии спаси христос надежда пишет надежда я пишу повторяю уже в сотый наверное раз что помощь принимается только от тех кто проверив себя на молитве уже без сомнения помогает не сожалевая никогда о том вам дается нами обещание что ни рубля ни грамма не уйдет на сторону а будет передано точно по назначению ну и далее я показываю тут надо смотреть где я получаю пенсию счет клиента какой счет клиента 4-2-3-0-7-8-1-0-9-0-2-1-4-7-9-1-2-5-8-5 ну фамилия имя вкладчика вот и пластиковая карта номер счета карты 5-3-3-3-6-6-9-0-0 это между ними почему-то пропуск после первой четверки и здесь тоже пропущено пробел 2, 2, 7, 3 и опять пробел 9, 3, 1, 4 Повторяю 5, 3, 3, 6 пробел 6, 9, 0, 0 пробел 2, 2, 7, 3 пробел 9, 3, 1, 4 Лапкина Датя Хиханович Но она говорит там позлала сколько-то Вот это когда будет она здесь Тогда передадим А не будет здесь значит через кого-то в Германию Юрий Соболев Вот видите вчера за один день Это далеко не все О, сколько написано Мир вам Игнатий Тихонович Благодарю за назидательное стихотворение Вот понимаете Назидательное стихотворение Я его должен сейчас где-то найти и показать У нас здесь Автор кто спрашивает У нас здесь на следующий год намещается Интересный образовательный цикл По изучению Святой Библии Пока Прикусив язык и молясь Я выжидаю Обдумываю Как только вырисуется в ближайшие дни картина Поотчетливее Сразу сообщу и попрошу совета вашего и благословения Ибо без всего я пока не на перепути Ну тут что сказать Я только ответил Главный вопрос Автора два И похоже обе женщины Но по духу Как бы все мое Такова история То есть я Поясняю Какие эти стихотворения И что они Вот они как выглядят Стихотворение Не надо играть Что как будто меня вы признали Я цену узнал Лицемерных похвал и щедрот Еще не забыл Как мне руки узлами вязали И кляпом заклеить пытались Орущий мой рот Да Вы погодите мне петь Послесмертные роды И медные трубы свои Уберите в щехлы Я стал атрибутом Невольным заложником моды Но так и не вклинился В рациональные лбы Не надо овации Мне это уже безразлично Не надо слащавых речей Запоздалых наград Ведь выглядит все это Невероятно комично Как плащ по усопшему волку Дрожащих ягнят Я сгусток энергии Верный одной лишь надежды Из небытия все кричу вам Надрывно как альт Что время придет И мы снова схлестнемся Как прежде Когда я вернусь Прорасту Как трава Сквозь асфальт Лучше роза Одна на светущего сада Что протянут мне руки родные Чем венков и букетов Гора и громада Что ко гробу Мне свалят чужие Лучше слово одно Просто слово простое Что мне сказано Будет с любовью Чем из лести сплетенное Смыслом пустое Поминальных речей Многословия Лучше б друг Мне просто без слов Улыбался И улыбкой грел бы мне душу Чем чтоб в плаще Над гробом моим Убивался Тот кто в жизни Меня и не слушал Принесите ж сегодня Мне хоть цветочек Хоть листочек Хотя бы травинку Оторвите от сердца Защищать хоть кусочек Чтоб сердце Не рвать На поминках Это вот одно Стихотворение И еще одно Я не буду говорить Кто поэт Дальше назову Знаметьте Два поэта Есть один Который всем угождает А другому не угождает Другой Блажен Незлобивый поэт В ком мало Желче Много чувства Ему так искренен привет Друзей спокойного искусства Ему сочувствие в толпе Как ропот волн Ласкает ухо Он чушь сомнения в себе Всей пытки творческого духа Любя беспечность и покой Гнушаясь дерзкою сатирой Он прочно властвует толпой Своей миролюбивой лирой Ну как Афанасий Афанасий Фет Девясь великому уму Его не гонят Не злословят И современники ему При жизни памятник готовят Так вот есть Я попутно вставляю слова Есть один человек Фильмы ставит Звать его Никита Много выступает А у него отец был Сергей Написавший гимн Первый гимн Сталину И второй сегодняшний Догадались кто? Михалков И вот его гнать нигде не будут Кого бы где ни гнали Он за все голосовал Солженицына гнать Ахмадулину там и прочее Но нет пощады у судьбы Тому, чей благородный гений Стал обличителем толпы Ее страстей и заблуждений Питая ненавистью грудь Уста вооружив статирой Проходит он тернистый путь С своей карающей лирой Его преследуют хулы Он ловит звуки одобрения Не в сладком ропоте хвалы А в диких криках озлобления И веря и не веря В новь мечте высокого призвания Он проповедует любовь Враждебным словом отрицания И каждый звук его речей Плодит ему врагов суровых И умных и пустых людей Равно клеймить его готовых Со всех сторон его клянут И только труп его увидя Как много сделал он поймут И как любил он ненавидя Николай Алексеевич Некрасов Вот такие стихотворения Я вчера рассылал Особенно последние И как любил он ненавидя Я по милости Божией Дерзновенно Без дерзости Но могу присвоить себе Хотя он писал это О Чернышевском Николаю Гавриловичу Вот так Ну и попутно нужно сейчас Показать наши ресурсы Хотя бы кратко Это все еще события дня идут Главный для нас Для меня был Неизвестный какой-то Прислал Просчитать Личные сообщения Вот Я даже не знаю там что Вот открываю Ну Не выбираю Вот за это время он прислал Сейчас Вот это мой мир Где я в шапке Сюда можно писать Заходить И Тут Вот вверху даже указано К истине Два Собачка Мейл.ру Это у меня почта Очень удобная Мейл.ру Мой мир Вот я сейчас нажму Что он прочитать Говорит Неизвестно Неизвестно Может Он ничего не прислал А что-то надо нажать И посмотреть Вот Ну Что тут сказать За это время Вот сейчас я нажму его Тоже Алиэкспресс тут То ли что-то сказать хочет Или Вот я сейчас открою Если еще не так Я быстренько постараюсь закрыть Что он указывает Высокое качество Отверстие Ну вот ясно дело Это Какие это дела Сергей Игнатов За это время зашел Что пишет Христос в воскресе Наконец Мною получена Частица души Божьего человека Трехтомник Нового Завета С толкованием Святых Отцов И комментариями Книги К истинному православию И Для слова Божия Нет уз Кроме того Вырезка из газеты Света Октября От 31 мая 2005 года С названием статьи Не погаснут огни Потеряевки От 25 лет Ее восстановления Вашей православной общины И также два журнала Душа Редактором которой Является дьякон Олег Рыжков Хвала Иисусу Христу Который презрел Мою душу Желая ее спасения И вразумления Моих ближних Слава Богу за все И дай мне Боже Страх твой Как начало мудрости Чтобы ничем Тебя не огорчить И не остаться Никому должным Каковым я и сегодня есть Да не спошлет Господь благодать Святого Духа На раба своего Нашего старшего брата Во Христе Игнатия Тихоновича Лапкина Через которого Просвещаемся Слово Божьим Аминь Ну вот я послал книги Послал книги эти Которые у него есть Так Не забывайте Что вы Должны прислать мне Три хорошие фотографии С книгами В руках Можете С вашими родственниками С кем угодно Но три Сюда же Вот и пришлите А я их потом Другим покажу Такой порядок Я заранее говорил об этом Так что Брат Сергей Давай Сделай как там И сына не забудьте Дайте ему в руки книги Я не знаю Он здесь или нет Сергей Слушает меня или нет Вот Ну и дальше у нас В В В В Форум Православный форум Игнатия Лапкина Очень Много тем 1600 разных тем И Вот теперь Видеоканал У нас Видеоканал 7050 роликов Наших только здесь Вот Вчера только я выставил 19 часов назад Вот эту Наталью Усатая фамилия ее И посетили 431 просмотр Тут написано Название Ролика Филипписам 4.4 Радуйтесь Всегда Господи Еще говорю Радуйтесь Она такая Радостная Одетая в красной В белом платке Тут наш разговор Пощутствие Отзывы Что интересно Всякие бывают Плюс Минус Здесь все плюсовые Все отзывы положительные Вы любите друг друга Ну Не надо понимать Как-то по-другому Духовно Любите Она мне во внучке годится У нее дети Муж Рядом Сири Вот она думает Приехать По Теряевку Поселиться Ну как Бог даст Я прошу всех Помолитесь о ней Наталья Звать ее И вот за это время Кто-то дал отзывы Вот я сейчас открою И Что будет за отзыв Пользователь Героиня Тогда Был Я не знаю Сейчас Кто-то тогда был Кажется Брежнев был Ну и Медаль золотая Звезда золотая Матери была Прислана Все это Вызвали в район Там где наградили Вот То что Можно было И у нас Во свете Библии Православный Библейский сайт Вот здесь Самое ценное Справа 4124 Ответа по темам Вот я сейчас Как раз Это самое И сделаю Ответы Сейчас у нас Идет О священстве Я ставлю вопросы Ну та же Часовая Чтобы до часу Добить Ролик был Вот первый вопрос Вопрос 778 Второй том Открытым оком Как быть Когда священник Заставляет что-нибудь Делать вопреки канонам Нужно ли здесь Послушание Например Отпевание Неверующим И так далее Ответ Мой ответ Который я давал С кафедры университетов По радио Три программы вел В милиции Во всех отделах вел Я не знаю Откуда эта записка Насильно Никто вас Не может заставить Но вы должны Не просто сказать Об этом священнику Но на основании Писания Святой Библии Канонов Обличить его беззаконие Если он закосил В этом делании Нужно сообщить О том епископу Нажаловаться на него Потому что Сей обман Только от корыстолюбия Деяние 5.29 Это нужно будет Просчитать Я его сейчас Выделяю Петр же апостол В ответ сказали Должно Появляться Больше Богу Нежели Человеком Вот я Этот вопрос Отвечал Как Теперь снова Вопрос 4026 29 том Открытым оком А у меня 33 тома По 752 странице Открытым оком Почему же даже революция Не смогла Своротить духовенство На путь первых христиан Что ни тем они Не занимаются А нужно всем Идти Евангелизировать Темную революционную Массу народа Понимаете Это Я вслух Засчитываю Это Вопросы эти В университетах Везде Ответ Только потому Что те Кто был За реформу И кто был За консервацию Всего прошлого И пошлого Все они Одинаково Были невозрожденными И желали Только через Внешнее устройство Церкви Привести к покорности Вышедшие При наводнении Из берегов Широкую реку Сорковники Ничего не соображали Здесь Сорковники Ничего Не соображали Здесь У меня Большой материал Придется Ну кто пожелает Выслушать Я потом Не все Прочитаю Кавычки открыты Государственный Переворот В феврале Марте 1917 Года Осуществился Для большинства Русских людей Совершенно неожиданно Он всех Застал врасплох В том числе Конечно Святейший Правительствующий Синод Большинство Членов его К тому же Было в отсутствии Уехав из Петрограда В своей епархии С наступлением Великого поста Общее положение Русской церкви В то время Могло казаться Благополучным Конечно Временами возникали Проблемы Как всегда Состав Синода Включая Оберпрокурора Не всех Мог удовлетворить В частности Большой критике Подвергался Петроградский Митрополит Петерим Но в этом Не виделось Ничего Катастрофического Церковь К этому времени Вместе Со всей Империей Преодолела Она завершится Победой Которая Уберпрокурора Назначен Петерим Петерим Каких Никогда Поддержки Коммунистической Власти Невозможно Понять Канонического Положения Церкви В России Без того Чтобы Знать Историю Разных Попыток Советской Власти Внести В церковь Дезорганизации И расколы С тем Чтобы Подчинить Ее врагам И разрушить Ее Изнутри Для этого Прежде всего Были Использованы Лица Которые Выросли В православной Церкви И иногда Даже были Ее священнослужителями Но на самом деле По разным Мотивам Стремились К внесению В нее Реформации Протестантского Характера Эти лица Создали Обновленческое Движение Которое Появилось Сразу же После Государственного Переворота Я Третью Страницу Считаю А их Всего Восемнадцать Сейчас Я просто Буду Пролистывать А потом Кто желает Может Просчитать Здесь Все сказано Я просто Буду Продергивать А вы Тормозните И просчитайте Тормозните И просчитайте Я Молча Буду Сейчас Продергивать Вперед Здесь Говорится Какие Были Люди Как Кто Когда Было Что Как Пишет Солженицын Много Работал С архивами В Америке Еще И нашел Говорит Влияния Церкви Никакое Если Царя Убивали За упокойное А если Не убивали Благодарственные Молемен Все Другого Участия Церкви Не было Ну и Записки Сохранились Сегодня За здравие За упокой Тормозите Вот так Вот И Просчитаете А я Выделяю Активирую Одну строчку Чтобы удобно Было Сосчитать Ну а дальше Мой Эпиграф Который Я даю Всегда Как сказать Эпиграф Или Левитом 26-25 И наведу На вас Мстительный меч В отмщение За завет Если же Вы укроетесь В города ваши То пошлю На вас язву И преданы Будете В руки Врага Из Ики 11-8 Вы боитесь Меча И я Наведу На вас Меч Говорит Господь Бог Второе Второзаконие 32-41 Когда я Изострю Сверкающий Меч Мой И рука Моя Примет Суд То Отомщу Врагам Моим И ненавидящим Меня Воздам И стихотворение А страха Их Не бойтесь Не смущайтесь Изрек Иисус Своим Ученикам Вас будут Резать Разрывать На счастье Но волосинки Малой Не пропадет В веках Что было Скрыто За таким Наказом Еще никто Нигде Не испытал Мир Напрягался Умно Изобретая Казни Заказывали Блюда На победный Бал Но шли Века Захлебывались Кровью Младенцев Юношей И древних Стариков И с палачей Казненными Никто Не проклят Молились За отпадших И врагов Не бойтесь Среди львов Я с вами Я силой Облеку Сынов Идщерий Вас не отравят Не затравят Львами Не испугай Деспот Рота Щерев Мой путь И ваш Уже соединились Через Голгопу Узкие Врата Быть Мучеником Это ли Не милость Дней Десять В муках Стоит Скоротать И задымились Строки В житиях Святых Их жизнь Соединилась Житиями Не бойтесь Покрывалом Этот стих Накрыл С любовью Мучеников В яме Никто Не превозможет Христиан Вкусивших Благо От святого Духа Побит Был Первомученик Стефан Он Жив Вовек Синедрион Жер Рухнул Не бойтесь И сегодня Сей Набад Синедрион Поповский Гнусно Балагурит Таких За веру Кто же Будет Брать Голосовальщики За власть Всегда Приурных Радость Со Христом Благословенный Рай Где нет Печали В словах Христа Едва ли мы Врастем Доколи К страху Божию Не причалим 20 сентября 2008 года Это мое Стихотворение И на этом Я Заканчиваю Еще раз Прошу Кто-то Слушает До конца Голос Подайте Да Игнати Тихонович Слушайте Вот Ну Спасибо Господи Вот Все Что можно Было Засчитал Так Отхожу Завтра У нас Сергей Если он Не ушел Сказать Что По воскресеньям Моления не будет Мы уходим В храм Храм Дома Помолитесь Кратко В воскресенье Ну и дальше Дальше Это уже будет видно Как будет Мы ожидаем Сегодня Батюшка Приедет И дальше Следующая неделя День потеряевки Меня не будет В пятницу Не будет И воскресенья Не будет Обещал Обещал Получается Уже Мы так беремся За это Местный Метрополит Он один Никогда не приезжает А с хором С секретарями Там С освященниками Ну узнаем И я тоже думаю Как-то поехать С Андреем Головащем Еще переговорю Вот и все Ну конечно Я тут вижу Роман Вроде не ушел Роман Фроликов Так Василий Лапкин Ты здесь? Или нету? Что-то безбородый Какой-то Что ты такую фотографию Выставил-то Василий Надежда Ты здесь? Ушла? Ушла Ну Андрей Андрей Наверное до конца был Да? Рогачевский Тоже ушел Ну ладно Отдыхайте Все на этом До свидания